Те, кто внимательно относится к здоровью, также скрупулезно подходят к вопросу составления своего рациона питания и качества продуктов. А как же? Старая истина, в здоровом теле здоровый дух. И еде здесь отводится важное место. От того, какую пищу мы употребляем, какой стиль жизни ведем, зависит общее состояние нашего организма. Но если дома, готовя блюда, мы сами контролируем его составляющие и их качество, то как же определить, из чего оно сделано в ресторане или кафе, а главное, в каких условиях? Чтобы ответить на этот вопрос, мы отправились в кафе на советский апельсин, чтобы поинтересоваться о соблюдении работниками заведения санитарных и гигиенических норм и правил. Мы, согласно правилам и нормам, соблюдаем хранение продуктов. Периодичность их поступления у нас тоже отслеживается. Остатки продуктов, которые согласны срокам хранения. Блюдо у нас белорусская кухня, европейская кухня. В общем-то, она, как есть отзывы, благодарности, похожа на домашнюю. Поэтому повара готовят с любовью. Очень продукты все свежие. Мы получаем их непосредственно, сразу же в производство пускаем. Поэтому сроки у нас соблюдаются. Во фритюре мы тоже готовим. Фритюр у нас мы меняем постоянно. Поэтому вкусовые качества блюд не меняются. В летний период особенно остро встает вопрос о правильном подходе к питанию. Ведь в это время есть вероятность отравиться испорченными продуктами, которые из-за знойной жирной не могут долго храниться. Специалистами здравоохранения города Бреста в этот сезон особенно внимательно ведутся проверки торговых точек и мест общественного питания, с целью обнаружения и дальнейшего устранения недочетов, неправильного хранения пищи, несоблюдения сроков, отсутствия пометок при заморозке и других. Мы на сегодня усилили мониторинг за хранение пищевых продуктов в магазинах, за наличием именно контроля строгого за недопущением продажи просроченных продуктов питания. Сегодня резко усилена и административная активность, увеличено количество штрафов, честно привлеченных к этой ответственности. Однако я бы и хотела, чтобы и наше население в целях нашей выполнения нашей общей задачи недопущения продажи в нашей торговле недоброкачественных продуктов, обязательно обращала внимание на условия хранения и сроки годности тех пищевых продуктов, которые мы сегодня покупаем. В жаркий сезон приятно посидеть на летней террасе какого-либо кафе или ресторана. К счастью, выбор брестских заведений велик, все дело во вкусовых предпочтениях потребителя. Но доверяют ли местам общественного питания жители Бреста и не боятся ли они быть обманутыми? Есть заведения, которые стоит посетить. Даже вот в арт-кафе мы были очень вкусные здесь, очень хорошо. Потом вот в этом ресторане, в других ресторанах есть места, но просто нужно разумно. Сейчас очень хорошо, что в меню, в меню многих ресторанов все, из чего делается это блюдо, все полностью расписано. Это тоже очень важно, потому что одно название там, «Цезарь или не Цезарь ни о чем не говорит». Здоровье – это подарок, данный нам природой. Следить за ним и избегать причин, которые могут его подорвать, уже обязанность каждого из нас. Питание – одно из основных слагаемых здорового организма, который следует беречь, ведь от него зависит уровень нашей трудоспособности, умственной и физической активности, восприятие мира. К этому вопросу в нашем регионе отношение особое. Постоянный контроль за объектами общественного питания, а также мероприятие по информированию граждан о последствиях невнимания к своему здоровью – важная составляющая той работы, которую ведут специалисты Центра гигиены и эпидемиологии. Ведь постулат «легче предупредить, чем лечить» все еще актуален, как и всем известный другой – «наше здоровье в наших руках». София Бережная, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.